привет народ сейчас я вот вроде бы настроил тут местечко показать вам кое-что как у меня идут дела в гараже чем я занимаюсь надеюсь меня будет видно но я здесь сторонке буду стоять вы посмотрите что я вам буду показывать это вот мой товарищ с ним уже прошли много чего на нем сейчас стоит абсолютно новое стекло я модернизировал крепление здесь но об этом я наверное еще расскажу но сейчас я бы я хотел показать вот что вот это мои кофры с ними я проехал чуть-чуть наверное месяцок только но я уже успел упасть я вам рассказывал про падение еще будет ролик где я покажу как я упал вот видите царапины вот они вот такие вот здесь царапины надпись сильно не пострадала вот тут царапины то есть он завалился на кофр все больше это я уже светоотражайку наклеил она очень хорошо отражает вечером кофр я еще пока не мыл не подготавливал к отправке но мы это обязательно все сделаем упаковщица наши все это помоет и отправит так кофр как ни странно выдержал я кофр обслуживаю для ввода в эксплуатацию самого начала смазываю замки смазываю в дешкой они очень хорошо работают так вот видите тут ничего не сломано кофр абсолютно новый внутри я кладу мягкую ткань и только после этого кладу в кофр какие-либо вещи чтобы там ничего не царапалось то есть кофр почти новый единственное только вот у него царапины снаружи вот видите немножко смазка даже блестит на замке вот такой вот замок раз закрыта раз открыто ключи хорошо ходят это нужно делать обязательно потому что все таки замки здесь самого низкого уровня ну для гиль самая низкого уровня у него не бывают намного лучше замки но этот замок хороший но он но я считаю что его лучше смазать вот я кофры использую когда начинаю использовать всегда рынки смазываю вот эти кофры уже проданы товарищ у меня их пожелал приобрести может быть он это чем-то заполирует может ему без разницы но я ему конечно значительно дешевле продал так и вот второй абсолютно точно так вот так открывается вот он все то же самое нигде никаких повреждений ну вот немножко наташенька задевала пяточкой то можно просто тряпочкой даже пройтись такой жестким ворсом и это уйдет это просто резиночка тут резиновой пяточкой он даже пальцем стирается ногтем видите когда садилась тут в принципе ничего нету хорошие практически новые кофры когда у меня бывает что-то такое просто когда у меня какое-то падение непредвиденная ситуация где-то что-то царапали еще что-то я это стараюсь продавать и ставить новое потому что кто-то бывает мотоцикл используют в деревне кто-то только учится кто-то боится уронить там или еще что-то он лучше подешевле купит мне сам клиент так сказал что вот лучше ему это подойдет в общем дальше пока убрала вот это уже новое видите они абсолютно гладенькие абсолютно новенькие замок здесь еще не смазан он походит потуже поэтому его надо будет смазать для водоэксплуатации вот тут всякая это это уже моя тряпочка здесь я после смазки вытираю излишек смазки вот ключи дополнительно я очень рекомендую эти кофры они легкие легкие и те кто на рыбалку ездит они удобно и как рыбацкие ящики я видел наливают воду и там рыбу везут но это конечно ради смеха но вот юра у нас путешествует с такими кофрами он у него там какая-то снаряга снасти он садится на берегу открывает его снимает мотоцикл открывает у него там все необходимое очень удобная штучка так это у нас клиентские ключи вот они два красных это два моих и в кофрах что я вам еще хотел показать вот это стекло оно уже новое стоит я вам покажу обязательно крепление что я тут наворотил какое я сделал усовершенствование вот они стандартные не видно стандартные шайбочки пластиковые которые призваны вот эти вот здесь вот они встают эти шайбочки они призваны обезопасить стекло от растрескивания в общем уплотнить как-то соединение но они конечно приходят в негодность быстро поэтому здесь я поставил силикон силиконовые прокладки очень широкие мягкие они вот они здесь я все это заменил тут у меня силикон ну в общем теперь стекло конечно поспокойнее сидит так а вот это стекло это уже поедет другому товарищу то есть это мое старое стекло оно абсолютно практически новое единственное что я показывал я после падения на нем образовались царапины вот здесь вот немножко и получилось трещинка но трещинка она какая-то не полностью только снаружи я уже снимать это не стал был уже может быть фото в группе крепление абсолютно новое я положил клиенту то есть старая оставил у себя ему положил новый комплект крепления это тоже стекло можно сказать поддержанное так это у нас фильтры тем кому надо фильтры обращайтесь они в наличии потому что вот ко мне недавно обратился клиент говорит что обратился к дилеру у дилера фильтров нету наличие и не могу провести того элементарно масло поменять ну есть наличие давайте мы вам отправим вот я сам их использую и тем кому надо конечно отправляю вот 112 фильтра часто пользуются спросом есть конечно 540 но их очень мало пока 112 их много и есть 155 доминар вот это вот мы уже отправляем так вот давайте я еще покажу звездочки это на доминар я вот вам хочу показать комплект который я подобрал сейчас в продаже если кому надо есть цепи вот такие вот дит это очень хорошие цепи я вам даже сейчас ее открою покажу но звезды к сожалению почему-то достаточно мало их привозят они бывают это вот буквально для меня и еще одна клиенту пока их большого количества нету если кому надо вот передняя звезда есть это вот у нас 520 цепочка фирменная она конечно упакована круто я уже распечатывали тут она не так аккуратно как было посмотрите какая красота да и в чем же прикол этого комплекта прикол в том что цепь во первых сальниковая сальниковая она очень красиво выглядит тут такая штамповка ровненькая но видно что заводская цепь тут везде номера и здесь идет замок который можно самостоятельно установить то есть там сальники смазка звено крышка звена и идет сам замок вы в гараже сможете эту цепь поставить я все ставил цепи которые надо расклепывать машинки у меня нету ну и честно говоря машинка мне не нужно я езжу профессионалом они это все быстро делают вот эта цепь и на уже самостоятельно устанавливается следующий раз я поставлю обязательно эту цепь тем кому надо обращайтесь цепь это великолепнейшая при правильном обслуживании я думаю не менее 20 тысяч должна пройти итак я уже показал что на своем мотоцикле я меняю меняю запчасти как только как говорится появляются первые признаки то есть я его поддерживаю в состоянии нового мотоцикла потом когда я буду продавать его у него скорее всего не будет много каких-то там старых затертых элементов стекол старых мудных и так далее кофров разбитых все будет в порядке ну ладно я вам вкратце покажу еще сидушечки новые вот и свеженькой партии сейчас конечно лето сейчас конечно сезон все катаются никто практически не присылает на переделку седла вот эти уже ждут товарищи 4 сидушечки я вам покажу еще кое-какие седла делаются вот но если есть возможность присылайте потому что сейчас свободно самое время как говорится делать сидушки самое время конечно зимой но сейчас свободны мастера они могут это делать это классическая сидушечка с расширенным местом для пассажира с более мягким вот такая вот есть красненькая это подходит на avenger street такая сидушечка тоже она с мягким местом пассажиры сейчас уже мы стараемся не делать других делаем мягкие сидушки для пассажиров ну и вот такая вот еще есть для сравнения покажу это все однотипное седло мягкие для пассажира вот это вот с белой про строчкой это вот с черной про строчкой но с белым кантом сейчас мы делаем завершение канта вот сюда то есть вот так вот лить это получается немножко подвешенная в воздухе она подвешенная воздухе место пассажира раньше доводили вот сюда до канта сейчас так перестали делать оставляем вот так так по моему красивее также хочу обратить ваше внимание есть вот наличие такие вот кофры на круизерчик вот они они большие сейчас я вам размеры скажу у них приблизительно где-то высота 40 ширина у них 36 и глубина у них 21 вот такие вот кофры я не знаю сколько литров но они огромные конечно они очень качественная вот хорошо скроены здесь вот такие вот удобные защелки там есть ремешки там очень приятная поверхность внутри ну классно я когда вот ездил на avenger с такими кофрами они мне очень нравились они не гремят они у них можно много нагрузить они выдерживают всякие тяжелые предметы но мне нравится в них не бултыхаются бутылки как в пластиковых пластиковых надо думать об этом все таки вот такие кофры вот такой батон есть абсолютно новый что не использованный кому надо обращайтесь тоже такой вот он открывается можно его вперед на вилку можно куда-нибудь назад все хромированная кожа здесь хорошая это не самая дешевая сумочка потому что здесь очень качественный кожзам вот такой батон дальше я вам покажу что есть в наличии из нового есть вот такой вот кофр он с ключом там тоже полная комплектация внутри я ключ отклеивать не буду там и вся макулатура это абсолютно новый кофр вот видите он нигде не использовался как говорится это 37 литров вот у меня на мотоцикле стоит 47 литров вот там вот на мотоцикле этот кофр 37 литров он подойдет отлично на любой мотоцикл на боксер на доминар на пульсар он не слишком огромный тем кому надо возить один шлем и какую-то поклажу ночи просто великолепная вещь вот такой красивый кофр я когда путешествую со своим кофром он у меня чуть побольше его удобно брать как чемодан вот так вот взял и пошел я сначала с непривычки когда с китайским кофром поездил привык приезжаю в гостиницу и начинаю открываю начинают думать и куда же мне все это убрать у меня с собой не рюкзака ничего нету надо же как-то вещи с собой в гостиницу взять а потом думаю чё я торможу захлопнул кофр вот нажал вот на эту клавишу он отстегнулся взял его вот так вот и ушел потом пришел с утра поставил пристегнул его и поехал домой очень удобная штука давайте я вам еще покажу вот очень популярный кофр цена у него по моему около 10 тысяч но это не точно вы обращайтесь в любом случае все я вам показать не могу все еще находится на другом складе другие кофры и боковых кофров очень много пластиковых то есть это один из популярных задних кофров вот я вам как пример показал хорош тем что он уже относится к классу дорогих видео него здесь идет карбоновая такая поверхность под карбон сделано он устойчив к царапинам у него красивые элементы вот такие вот ну здорово вообще сделал он достаточно большой это 36 литров уже не 28 как идут маленькие кофра 36 очень симпатичный кофр и относительно недорогой здесь у него ключ и ключ кстати серого цвета ключи обычно компания гиви когда отправляет кофры в других магазинах он всегда торчит вот здесь он торчит прямо в скважине и сколько раз такое было когда я заказывал что ключи приходят гнутые всякие ноут в транспортные ударяют вот так вот ключом и все когда мы отправляем кофры мы всегда ключ отсюда убираем приклеиваем его вот здесь вот то есть вы можете быть спокойны что я за вас подумал я проверил вам кофр отправим если есть где-то что-то недостатки у кофра вы об этом все равно узнаете то есть я вам скажу предупрежу не будет такого что вы придете получите кофр с загнутым ключом вот такой кофр 36 литров и давайте я вам покажу свой кофр точнее мой стоит на мотоцикле вот он там видите этот абсолютно точно такой же таких кофров много они ну на мой взгляд это один из лучших кофров это серия blade вот я вам только что показывал маленький 37 литров это 47 литров вот такой вот огромный он два шлема сюда влазит у него есть возможность установки сюда дополнительного пакета со светодиодами то есть вы сможете подключить там специальные идут переходные переходная площадка контактная контактная группа которую вы подключаете к мотоциклу в комплекте этого нету вы можете купить этот комплект и потом сюда поставить он конечно стоит не дешево я даже сказал дорого но сейчас все дорого все что из италии приходит но тем кто интересуется этой темой здесь такая подсветка крутая или его можно к сигналу к стоп-сигналу подключить либо если у вас и как говорится руки на месте вы можете купить себе несколько светодиодов перепаять это все и вывести это будет вообще копейки стоит вот такой вот кофр blade абсолютно новый обращайтесь красота я совсем забыл показать вам доп свет вот видите я сейчас включил подсветку просто обозначение на дороге это ну так непонятно будет это вот главный свет это ходовые огни вот такой вот переключатель есть у меня он одиночный с двумя положениями вот я вам просто покажу что есть наличие если кому может быть надо вот есть еще один комплект абсолютно новый никуда он еще не ставился как говорится вот он 22 фонаря две фары светодиодной здесь все крепления есть кому надо есть переключатель вот такой он из алюминия это не дешевый переключатель хорошо защищен можно сделать его например на бы на подсветку один другой можно сделать на главный свет есть конечно и проще переключатели вот такой двойной переключатель одиночный переключатель как у меня с двумя положениями у меня такой стоит есть простые переключатели очень дешевое вы все это можете приобрести конечно и в мото магазинах если у вас там присутствует где-то в городе это вот дешевый это релюхи чтобы когда вы включаете зажигание у мотоцикла у вас отключались фонари у меня фонари подключены напрямую к аккумулятору это вот контактная группа сюда крыле вот такие вот вещи чтобы крепить к аккумулятору это силовой провод двухжильный медный это трех жильный вот такой вот провод тоже медный изоленты всякие прочее если кому надо комплект я могу вам в принципе собрать отправить ну что ребятки в общем я вкратце показал вам чем я занимаюсь что можно приобрести не забывайте что вы всегда можете заказать боковые кофры багажной системы на любые мотоциклы вот все это доступно ну и потом я вам расскажу про вот эту вот систему скреплением стекла я сейчас я сейчас ее просто тестирую и не хотел бы вам рассказывать как говорится неправду я сначала протестирую все это дело и потом вам расскажу вот сегодня я изменил наклон дополнительного стекла вот так вот оно было по-другому мне наклонено буду проверять вот он я ваш ян пучков так что обращайтесь в описании к видео есть ссылка на группу там можно посмотреть фотографии там листайте стену на стене у нас и от наших клиентов и товары ну короче на стене практически вся информация и заходите в сами товары конечно смотрите что есть продажи то что вам требуется для вашей техники писать если у вас вопросы вы хотите что-то заказать либо переделку седла к примеру пишите лучше лично мне вконтакте это самый быстрый способ общения вот вконтакте там есть контактный телефон на который можно писать через вайбер и через ватсап это тех ну если у вас нету вообще например не вконтакте не вайбера него цапа вы можете написать на электронную почту я рано или поздно это увижу и вам отвечу как то так на ю тубе писать в комментариях наверное бесполезно я могу там что-то ответить но лучше писать вконтакте самое удобное где я общаюсь со всеми своими клиентами там и переписка сохраняется то есть пишите лучше мне сразу лично это ускорит время потому что люди бывают пишут группу я не их не всегда вижу я бываю в путешествии где-то и не всегда могу зайти в группу посмотреть вот прямо в этот же день личное обращение это я сразу увижу на этом я с вами прощаюсь ребята всем всего доброго удачи на дорогах ваш ян пучков до свидания